здравствуйте уважаемые друзья в одном из фильмов я вязал вот такого ручейника свободно живущего но я вам хочу предложить сейчас в период начала зимней рыбалки связать аналогичную вот такую модель нашего ручейника но с минимальным количеством материалов и несколько упрощенным варианте давайте приступим крючок я взял соответствующей формы и его огрузил учитывая то что наш ручейник должен идти вот как я вам показываю жалом вверх чтобы не было у нас зацепов огрузку мы произвели в верхней части не огружаем его полностью от загиба или допустим до грудки так чтобы у нас наша нимфа шла вот так давайте приступим изготавливать моего будем несколько в необычной техники если кому не нравится может изготавливать так как ему нравится то есть я не навязываю рассказываю как это делаю я слегка промазали свинец пока ничего здесь мы не подравниваем крепим нашу нить в процессе изготовления вам будут все все будет видно и понятно для того чтобы у нас не возникали проявления свинца по нашему телу мы с вами слегка вот так вот промотаем наше тело чтобы скрыть сам свинец нить может желательно использовать светлую так как при намокании будут проявляться никаких больше элементов мы не крепим так как изготавливать будем несколько в другой техники оставляем нитью загиба подготовим даббинг даббинг можно использовать любой какой допустим вы пожелаете частности можно использовать как я уже изготавливал вот из вот такой нитки это ангора но учитывая то что у нас домашних условиях не всегда есть в наличии определенные материалы я взял вот такого цвета даббинг он слегка у меня вроде бы и зеленый и олива и не поймешь каким оттенком большинстве случаев свободно живущие ручейники природе бывают разных оттенков зависит от температуры воды и от среды обитания но больше оливкового или же зеленого или ближе к серому цвету давайте мы изготовим ближе к зелено оливковому если так можно сказать оттенку промазу я мою нить клеем и слегка нанесу даббинг совсем совсем слегка для того чтобы только его обозначить сильно не усердствуем для того чтобы 10 раз не проматывать по одному и тому же месту мы сразу сейчас с вами закрепим два элемента которые нам необходимы будут для изготовления нашего ручейника нам понадобится небольшой кусочек голографического люрекса и понадобится леска леску желательно использовать соизмеримо со своим диаметром тела поэтому подберете или 012 или 015 или 01 это как уже вам будет удобно и я взял вот такой небольшой кусочек плоского елочного украшения закрепим леску вместе с нашим люрексом у загиба пока никаких больше элементов мы с вами не крепим и чтобы как я уже сказал 10 раз не обматывать по одному и тому же месту мы начинаем формировать из даббинга тело рыхлость должна быть его небольшая поэтому так чтобы мы могли спокойно продавить при сегментировании нашей леской и аккуратно стараемся соблюдать пропорции нашего ручейника движемся грудки где мы с вами будем крепить лапки толщину конусность вы уже подберете для себя сами соизмеримо с вашим крючком это уже не так существенно главное чтобы совпадал по какой то есть степени изгиб и у вас было достаточно места чтобы мы могли разместить наши элементы приблизительно доходим до места крепления и теперь нам здесь необходимо подготовить место для крепления наших лапок берем даббинг совсем немножко но теперь уже нашу даббинговую нить делаем как можно тоньше и как можно плотнее так как мы с сейчас с вами будем уже крепить наши лапки учитывая то что ручейник у нас будет перевернутым значит у нас лапки должны располагаться вот здесь перевернем наш крючок в качестве лапок я подготовил определенное количество из которого я выберу в процессе вязания отходов вот пера нашего павлина учитывая то что очень сложно сделать хорошую реалистичность нашего жука сильно нам мешают те лапки которые у нас имеется в наличии поэтому допустим изготавливать его из павлиньего пера мне кажется несколько лучше можно допустим как я изготавливал отрывать бородки охотничьего фазана можно использовать резинку или же уже готовые лапки те которые имеются в продаже но мы с вами уже неоднократно изготавливали я делал и жуков поэтому исходя из этого вы уже знаете как работать с вот таким материалом как перо павлина подготавливаем также крепим с другой стороны пока мы окончательно не закрепили все наши элементы очень удобно подравнивать подгибать и устанавливать все наши ножки так как они у нас должны быть вот как видите проблем никаких не составляет для того чтобы закрепить ножки закрепим все ножки сформируем до конца тела мы с вами закрепили все лапки вот приблизительно в таком положении для себя вы выберите сами как вам удобнее будет поэтому это не столь обязательно теперь я удалил окончательно нить единственное что это желательно потом пройти между местом крепления наших лапок пройти тоненькой дабинговой нитью берем теперь наш люрекс который мы закрепили у хвостика и выполним небольшую вот такую сегментацию дадим последующим как у нас будет выглядеть наше тело и проматываем вот так до самой до самой колечко нашего крючка учитывая то что я нить уже отрезал и поменять обменять мы ее будем на другую но длина моего люрекса позволяет сделать мне здесь петлю я выполню завершающий узел используя длину своего люрекса крепим теперь основной элемент это кусочек пленочки которую я подобрал полиэтиленовой обыкновенной из упаковки в центре сделал отверстие и подобрал ее по ширине и по длине так чтобы она у меня выступала в роли чехольчика или же тело нашего насекомого снимаем наш крючок и теперь будем крепить определенные элементы здесь еще одеваем нажала устанавливаем крючок сперва вот в такое положение и проверяем насколько наша пленочка будет соответствовать нашей длине и всему насекомому очень хорошо меня устраивает теперь мы берем с вами нить ту же которую мы отрезали так как она у нас светлая если у вас есть другая пожалуйста используйте другую нить но желательно чтобы она была светлая пока мы на темную нить не переходим для удобства и лучшего крепления нанесем капельку клея там где мы разместили нашу пленочку и закрепили нить у ручейника свободного живущего помимо лапок еще имеется сзади крючочки которыми он и плавает и цепляется как и передними лапками давайте мы сейчас их обозначим учитывая то что у нас он будет в зеленых тонах значит нам необходимо эти крючочки обозначить также зеленым для этого я беру вот у меня по остаткам имеется вот пирог которое я изготавливал сибрайт крашенный буквально собираю вот так в пучочек чтобы у меня образовалась вот такая кисточка и аккуратно эту кисточку я теперь креплю можете сделать вырез у пера это любого но так чтобы перо было с одной стороны и мягко а с другой стороны обладала определенной жесткостью у ости поэтому нам необходимо чтобы выглядело именно как крючочки закрепили немножко промотали и сразу чтобы потом не возвращаться отрежем вот так вот лишнее и у нас в должен выйти приблизительно вот такой хвостик с зацепами добавим немножечко клея и добавим немножечко даббинга как видно вам мы закрепили немножечко даббингом подровняли наше тело переставляем крючок в удобное для нас положение и теперь у колечка крепим темную нить которой будем формировать завершающий узел и сформируем головку нашего ручейника она у него черненькая толщина нити и какая нить вы уже подберете для себя сами потому что вот как на меня допустим у меня мельче даббинга не было чтобы изготовить желательно при изготовлении использовать даббинг чтобы был гораздо мельче я беру теперь вот такой перманентный маркер таким оттеночком учитывая то что наш ручейник все равно немножечко еще темнее чем то что мы с вами сделали я прокрашу все тело нашего ручейника та часть которая у него грудка мы подкрасим потом попозже сверху по полиэтилену обозначим грудку нашего ручейника берем верхнюю часть слегка подтягиваем пленочки не отрезаем ничего с вами не делаем подхватываем на тяжечку у колечка так как я вам говорил чтобы не было изломов у нас и огибала у нас хорошо колечка подхватили сильно не усердствуем потому что уже у нас полиэтилен никуда не денется перехватываю переворачиваем крючок и берем теперь нижнюю нашу пленочку следим за тем чтобы наши лапки никуда у нас не попадали и в натяжку также закрепим снизу закрепили для удобства я обычно делаю узелочек чтобы моя нить никуда не убежала поправим наши лапки сделаем узелочек и будем сегментировать дальше наше тело если вам по каким-либо причинам не удобно можно удалить нить учитывая то что у меня недостаточно длинная леска которую я взял кусочек я возьму обыкновенный перодержатель подхвачу чтобы не потерялась моя леска можно сегментировать и проволокой то есть всеми подручными материалами которые вы допустим сочтете необходимым и начинаем теперь от самого загиба хорошо хорошо продавливаем не торопимся подправляя немножко наше тело а а а Вот так. Учитывая то, что мы с вами специально просегментировали тело люрексом, нам очень удобно и хорошо видно, где нам с вами проходить нашей леской. Вот как раз аккуратно у меня хватило моего кусочка. Я подвожу его к колечку, креплю окончательно нашу леску. И самый основной такой момент, чтобы у нас не было здесь неровностей, если вы отрезали несколько длиннее, вам будут удобнее. А так как у меня оно покороче, значит я отгибаю ноготочком свою пленочку от колечка. И здесь закрепим теперь окончательно материал и остатки отрежем. Закрепили мы с вами все материалы. И теперь нам остается только лишь, друзья, взять вот такой пинцет, у которого нет насечек на губках. И красиво, учитывая то, как я уже вам показывал, с использованием лака, подогнуть вот так наши ножки. Как это делалось, я уже вам говорил. Слегка придавили, задали положение, в котором будут находиться наши лапки. Вот они остаются приблизительно так, как они и должны быть. И берем после этого наш лак и на коленка наносим буквально капельку. Я изготовлю, подкрашу и посмотрим, что у нас получилось. Мы нанесли капельку лака, подсохли наши лапки, которые мы подогнули с помощью лака. Я слегка подкрасил грудку и вот такой вот ручейничек, который в таком положении, готов у нас к рыбалке. Пробуйте, экспериментируйте, пишите. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч.